Добрый день! Сегодня с вами я, Эльвира Барякина и справочник писателя. Я представляю свою лекцию «Как писать синопсис». Синопсис – это самая неприятная часть писательской работы. Поверьте мне, я выпустила 15 книжек, поэтому я знаю. Значит, самая большая проблема, с которой сталкиваются писатели, как им совместить весь этот массив своих знаний, все выстраданные, написанные кровью, написанные в больших-больших объемах, как все это вместить в полторы-две страницы синопсиса. Это же кажется совершенно неподъемной задачей. Кроме того, нам нужно сделать текст живым, потому что большинство синопсисов страдают от этой вот мертвичины, тяжелым, казенным языком. И редакторы, они, когда это все дело читают, они прямо буквально страдают. И, кроме того, наша задача – это отразить все самое вкусное, потому что мы же пишем тексты, мы пытаемся их писать красивыми словами, находить интересные образы, находить интересные идеи. Как же нам вместить-то все это в синопсис? Вот именно об этом мы с вами поговорим, и я вам расскажу, как это делается. Значит, вообще, что такое синопсис и зачем он нужен? Дело в том, что каждый день в издательство приходят десятки романов новых, и у редакторов, у бедных нет никаких возможностей читать все рукописи. Поэтому они оценивают произведение по аннотации, по первым двум страницам и по синопсису. Так они в состоянии определить, о чем книжка, в какую серию ее можно поставить, или куда нельзя поставить, владеет ли автор мастерством сюжета строения, ну, то есть, можно ли с ним вообще иметь дело. Поэтому синопсис – это очень-очень важно, особенно на первых этапах вашей работы. Если у вас будет все запутано, скучно, банально, то ничего не получится. Какой у нас выход из этой ситуации? Мы должны воспринимать наш синопсис как отдельное литературное произведение. И тогда, если мы к нему будем относиться как к рассказу, мы его будем писать по законам рассказа. Но рассказы такого очень интересного у нас выходят в категорию сказки. Если вы возьмете русские народные сказки, ну, вообще, на самом деле, любые сказки, вы увидите, что они, в общем-то, практически как синопсис. Мы же в синопсис даже можем вставить диалоги, мы можем вставить всевозможные украшательства, но тут нужно быть очень-очень осторожным. Я вам расскажу, где находятся вот эти вот подводные камни, на которые ни в коем случае нельзя натыкаться, иначе у вас всякая ваша конструкция посыпется. Я в качестве примера могу показать, как это делаю я. То есть у меня было очень-очень сложное для синопсиса произведение, это диалогия «Агент Марч», в которой перемежались воспоминания, дневники, какие-то записочки, то есть сюжет как такового в произведении вообще не было. И написать синопсис к нему было, это просто головная боль. Так вот, слушайте, что получилось. Марч Стендж, русская лит-агентша из Голливуда, обдумывает свою жизнь. Ей 40 лет, и ничего не сделано для бессмертия. У нее нет детей, полезных привычек, а единственный мужчина, готовый ее слушать, это платный психоаналитик. У Марч имеется на примете кинорежиссер Кевин, но если его спросить, когда он в последний раз занимался любовью, он скажет на прошлой неделе в 4-м павильоне со съемочной группой. Психоаналитик советует Марч писать мемуары, и она вспоминает советское детство и молодость, прошедшую в борьбе за мир, любовь и деньги. По биографиям Марч и ее близких можно учить новейшую историю от падения Берлинской стены до теракта 11 сентября. То есть, видите, вот в таком духе, если писать синопсис, то он, несмотря на сложнейшую структуру, все равно зазвучит так, как надо. И я вам просто покажу, как это делается, потому что здесь есть ряд хитрых приемов, и вы всех победите. Плохая новость. Это сделать достаточно сложно. Хорошая новость. Когда вы наработаете себе имя, вам больше не придется писать синопсисы. Я уже больше давно не пишу их, потому что у меня уже есть много книжек изданных. Так что работаем, слушаем лекцию, учимся, и у вас все будет хорошо получаться. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин